25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. С тех пор в России появился один из самых любимых молодежных праздников – День студента. Чем в этот день заняты обучающиеся Лабытнанском филиалу Ямальского многопрофильного колледжа узнала Альмира Новоселова. Праздничную атмосферу создают сами студенты. Молодые, полные энергии устроили зажигательный флешмоб. Но, как говорится, делу время по тихий час. Поэтому повеселились и пора на занятия. Тем более, без пяти минут автомехаников сегодня выпускной экзамен, а вернее, практическая его часть. Настал тот день, когда они должны показать все знания и умения, которые получили за два с половиной года обучения. 24 студента уже завтра после защиты станут дипломированными специалистами. А сегодня перед экзаменаторами они занимаются сборкой и разборкой карбюратора, генератора и стартера. Артем Митурин делает это легко, ведь перед глазами всегда был премьер отца, который научил его разбираться в машинах. Лет с десяти, наверное, начал ходить с ним в гараж. Он тоже машины ремонтирует и свои, и приезжает к нему. И он учил меня генераторы, карбюраторы, стартера перебирать, двигателя показывал тоже, как работает, все, как перебирать надо. Артем нисколько не жалеет о том, что поступил именно в это учреждение. Что касается планов на ближайшее будущее, уже знает, что пойдет работать к папе в автосервис. А вот как быть студентам, которые на днях покинут стены колледжа? Ведь кроме автомехаников, вот-вот получат образование повара-кондитеры, мастера по обработке цифровой информации, машинисты дорожных и строительных машин. Каждый выпускник сейчас озабочен собственным трудоустройством. Как правило, во время производственной практики ребята подыскивают себе уже рабочие места. И если они себя проявили с положительной стороны, хорошо зарекомендовали себя, то те работодатели, где они проходили производственную практику, в дальнейшем принимают их на работу. Вместе с выпускниками сегодня в Лабетнанском филиале Ямальского многопрофильного колледжа обучается 315 человек по 9 специальностям. Помимо учебы есть и дополнительные занятия. Кружок мастерицы посещают 12 девушек. В основном это представительницы коренных малочисленных народов Севера. Эти рукодельницы с детства хорошо владеют иголкой и ниткой. Здесь каждый выбирает занятия по душе. Они вяжут, шьют, занимаются бисероплетением. Парни же предпочитают заниматься спортом. В колледже уже много лет действуют секции волейбола, баскетбола и аэробики. А вот с начала этого учебного года в тренажерном зале можно посетить секцию тяжелой атлетики. Этим студенты активно пользуются и даже участвуют в соревнованиях. А на рукопашный бой приходят с удовольствием не только парни, но и девушки. Когда не ходила еще на рукопашный бой, когда дома сидела, я смотрела вот эти бои всякие разные. И бывают же разные вот эти специальности, вот эти разные, короче. И рукопашный бой, и бои, и разные названия. Вот я выбрала вот то, что мне нравится. И тренер хорошо учит, понятно, и все вот это вот. И будешь вот что-то в жизни знать, когда на тебя кто-то наподраться с тобой будет. Или еще что-то, приемы, неприемы разные. После насыщенного дня студенты отправляются в общежитие. Всего здесь живут 100 человек. Для них созданы все условия для комфортного проживания, а уютную атмосферу создают они сами. Мне нравится жизнь в общежитии, потому что это весело, собираться в компании, заводить новые знакомства, новые общения. Сегодня они веселятся, участвуют в конкурсах, ведь студенты ассоциируются с беззаботностью и активным образом жизни. Альмира Новоселова, Алексей Урженко, Кирилл Сементьев, программа «Время местное». Альмира Новоселова